Вечность пахнет нефтью Вечность пахнет нефть Вечность пахнет нефтью дешевела, стала стоить дешевле 50 долларов. Вот почему происходит то, что мы наблюдаем? Почему дешевет нефть? Главный, основной ответ – это высокий уровень добычи нефти в мире. Кроме этого, есть еще ряд факторов, которые, скажем так, благоприятствуют падению цен на нефть. Все крупнейшие добытчики мира – это Саудовская Аравия, Россия и Соединенные Штаты – сейчас находятся на самой высокой точке, ну, пике добычи своей. И Россия, и Соединенные Штаты, и в целом страны ОПЕК. А насколько это, собственно, закономерно с точки зрения рынка? То есть вот то, что высокая добыча – это, я не знаю, условно говоря, тут секрет, тут какой-то скелет в шкафу есть или это нормальное поведение на рынке? Правильно я понимаю, что каждый играет продать подешевле, чтобы, ну, скажем так, удешевить технологию, сделать нерациональную технологию? Да нет, в принципе, задача продавать подороже. Все добытчики мечтают продавать по 150 долларов за баррель, но… Не договорились? Ну, они не могут договориться, они конкуренты. Дело в том, что цена падает, и никто не собирается снижать добычу. Обычно цена регулировала, ну, и может регулироваться тем, что страны ОПЕК, на которые приходится, там, треть всей добычи в мире, они просто, там, договариваются и, там, синхронно уменьшают объемы добычи, там, каждая страна по чуть-чуть. Образуется некая маленькая нехватка нефти, и цены пристают падать. Но дело в том, что Россия за это время превратилась в довольно-таки серьезного игрока. Сегодня на Россию приходится, там, порядка 10,6 миллионов баррелей в сутки. Это очень большие объемы, это треть от того, что добывает ОПЕК. Ну, и вот самый главный вопрос, которым задаются все, что, как скажется то, что происходит на постсоветском пространстве? Потому что у нас принято было как рассуждать, да? У нас есть нефтеэкспортирующая страна на постсоветском пространстве, там, Россия, Азербайджан, там, Казахстан, так далее, так далее. Кто СНГ выигрывает, да? Да, кто выигрывает, а кто проигрывает от всего происходящее? Ну, вот вы назвали три основные страны, на которые приходится основные объемы добычи нефти. Я бы еще назвал Беларусь, она выигрывает немножко опосредовательно, как нефтеперерабатывающая страна. Есть страны, которые торгуют и газом. Конечно, что все программы социальные, экономические завязаны в этих странах исключительно на нефтедоллары, ну, главным образом. Там, если шире говорить, падает же не только цена на нефть, а падают вообще сырьевые рынки. Этот затяжной процесс, просто нефть, она более заметна, и она более в объемах торговли занимает больше места. Поэтому мы говорим сейчас о нефте. А правильно ли я понимаю, что, по большому счету, вот существует такая солнечная система, да, это такое постсоветское пространство. Там самые крупные страны выполняют роль таких центров притяжения, да, там такая Российская Федерация посередине, как солнышко, вокруг которой все по разным орбитам уже вращаются. И встречалась точка зрения о том, что если просядет, например, российская экономика, то так или иначе, это эффектом домино скажется на всех окружающих. И на украинской, и на экономиках стран Центральной Азии, и на белорусской и так далее. Будет ли какой-то эффект домино от снижения доходов российского бюджета, который тянет за собой кризис всюду один за один? Конечно, ну Россия один, ну, крупнейший, скажем так, торговый партнер Украины. Если, скажем так, доходы россиян снижаются, в связи с падением цен на нефть, будут снижаться и объемы товаров, которые они могут покупать за эти нефтедоллары, в том числе из Украины. То есть вам огорчаться в пору? Нет, у нас есть другая сторона медали, которая говорит о том, что цены на нефть для Украины, Украина является импортером нефти и нефтепродуктов. Ну, скажем так, в последнее время больше нефтепродуктов. И падение цен на нефть и нефтепродукты благоприятно сказывается на общей экономической ситуации в стране. Ну и вот наш любимый шкурный вопрос. Как все это скажется на ценах на бензин в Украине? То есть они будут каким-то образом зависеть от того падения, которое сегодня? Конечно, конечно. У нас больше, скажем так, львиная доля нефтепродуктов, которые потребляют украинцы, это импортные нефтепродукты, которые в том числе производятся за рубежом. И они, мы, Украина, покупают эти нефтепродукты по мировым ценам. А есть такая точка зрения, я слышал о том, что в цене украинского бензина, собственно, стоимость нефти не столь уж велика, что основную долю одного литра нефти на заправке составляют акцизы, налоги, которые уже накладывает украинское государство. Это правда или нет? Ну, мы так, если мы так будем рассуждать, мы можем сказать о том, что наши, скажем так, ритейлеры, которые продают в розницу, вот они тоже там зарабатывают. То есть снижение, я просто пытаюсь понять, вот нефть подешевела на 10 долларов, означает ли это, что через 2-3 месяца или там через какой-то условно временной лаг, через 2 недели, у бензина на украинских автозаправках должен подешеветь на 10%? На 10% нет, но 5-7% может. 5-7% может. То есть через неделю мы можем почувствовать? Через 2 недели мы можем почувствовать о том, что должны импортеры закупить подешевевшее топливо, привезти его в Украину, растоможить, тогда мы уже... Сегодня 4 августа, условно говоря, 18 августа я должен покупать на гривну дешевле, на 1 гривну дешевле, если сейчас, условно говоря, 20 гривен, ну, скажем, средненько-то. За 19? Ну, можно-то и за 18 покупать дешевле, все может случиться. Все может случиться, хорошо. Но у нас же, знаете, еще какая система? Вот всякий раз скачок цены на нефть, он сказывается на стоимости, на курсе рубля по отношению к доллару. И, знаете, есть такая, даже какая-то негласная такая корреляция о том, что, условно говоря, один проданный баррель нефти должен в рублевом эквиваленте для российского бюджета стоить 3200 рублей. И если баррель нефти дешевеет, то, соответственно, курс рубля отпускают так, чтобы вот, как бы, курсом рубля компенсировать. Потому что если нефть 56, там, доллар 56 рублей, 3200, там, нефть 50, доллар 63 рубля, все равно получается как раз 3200 рублей за один баррель. И у нас, ну, у нас очень часто говорят о том, что гривна-то привязана к российскому рублю. Ну, так или иначе? Вот подешевение рубля, оно скажется на подешевение? Будет ли подешевение нефти автоматическое? Ну, если брать более глобально, тогда и Украина, и Россия, вот это те рынки развивающиеся, да? И если падает валюта там, в той же даже Бразилии, да, и дешевеют, скажем так, валюты других стран, которые там, условно говоря, там, если там Бразилия, Россия, это БРИКС, Индия, Китай. Вот, все они, как бы, там, для удобства инвесторов, которые торгуют, в том числе, сырьевыми и продуктами, они это более шире рассматривают, и, конечно же, ну, Украина тоже в орбите, скажем так, в группе этих стран находится, поэтому... Подарите нам какую-нибудь конкретную цифру, за которую мы могли бы уцепиться и которую мы могли бы цитировать. Вот, доллар на один, вот, подешевение на 5% бензина через 2 недели, мне это нравится. Вот, я это могу процитировать и сослаться на вас, между прочим. Дайте мне еще какой-нибудь такой факт, который бы касался украинской валюты. Ну, понимаете, речь, может, если мы говорим об ожиданиях удешевления бензина на Украине, здесь главную роль играет, может, даже не так, ну, скажем так, мировые цены на нефтепродукты, как курс гривны, который у нас очень колеблется. То есть, если у нас, условно говоря, гривна будет стабильна, я думаю, что даже цены на нефть могут не меняться, а бензин у нас будет дешеветь. А если говорить, возвращаясь к такой более глобальной перспективе, вот, допустим, агентство Bloomberg говорит о том, что последний спад на мировом рынке цен на нефть означает, что рецессия России продлится, и следующие два десятилетия, это, в общем-то, будут далеко не самые легкие для России. Вот ваш прогноз, может быть, не на два десятилетия, может быть, на два года вперед, что будет происходить с ценами на нефть? С ценами на нефть? Ну, мы видим первое, фундаментальное, как мы начинали наш разговор, с того, что изменились технологии добычи, кардинально изменились, появился ресурс, вернее, этот ресурс нефти, он всегда был, но сейчас в связи с развитием технологий он стал доступным. То есть нефти стало во много раз больше. То есть она раньше была, просто ее раньше не добывали. Конечно же, вот этот весь ресурс, он будет давлять на цену. Если раньше говорили, что нефть вот-вот закончится, то, конечно же, сейчас, когда технологии горизонтального бурения и гидроразрыва начали развиваться, ну, пока только видно, что нефти больше и больше можно добывать. Поэтому, конечно же, перезбыток нефти, все, что нас ждет. То есть это очень печальный прогноз для сырьевых держав, к которым относятся в том числе. Ну, здесь на первый план выходит эффективность. То есть не столько объемы добычи и, скажем так, ресурсы, сколько эффективность. Если организовать эффективную добычу, она, значит, будет дешевле обходиться. То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Ну, вот как раз по поводу Соединенных Штатов я читала в одном из аналитических изданий о том, что как раз вот ОПЕК сейчас понижает цену для того, чтобы сделать нерациональную цену добычи новыми технологиями в США нефти. Насколько это действительно так? Ну, мы видим WTI, это американский сорт нефти. Он торгуется примерно на 5 долларов дешевле, чем Brent. Хотя раньше, еще лет 10 назад, WTI был всегда дороже Brent. Это говорит о том, что на территории Соединенных Штатов пересбыток нефти еще более ощутим, чем в целом по миру. Геннадий, если, условно говоря, все это резюмировать, то смысл следующий. Нефть будет продолжать дешеветь, потому что ее добывают много, а спрос на нее падает из-за замедления темпов роста на ряде мировых рынков. По постсоветскому пространству это, в первую очередь, бьет по сырьевым странам, но также и косвенно может ударить по всем аффилированным. То есть, условно говоря, ослабление российской экономики так или иначе косвенно может зацепить ее соседей. Вы поправляете, если я ошибаюсь. Вы поправляете. Но это не обязательно соседей. Если мы говорим о Казахстане как крупной экономике, второй экономике на постсоветском пространстве, то, конечно, что там и без России, поверьте, будут... Понятно, свои сложности. Но для Украины это будет иметь разноправленные факторы. С одной стороны, может подешеветь бензин, в том числе на 5% в течение двух недель. Рынки реагируют с двухнедельным временным лагом. И так или иначе, в ближайшие два года цена на нефть, судя по всему, никаких динамичных рывков вверх обнаруживать не будет. А это значит во многом то, что... Вы уж простите за то, о чем голая баня, но так или иначе, это будет означать снижение доходности российского бюджета. Ничего не перепутал? Да, абсолютно верно. Замечательно. Как минимум, в этой теме точки расставлялись с Геннадием Коболем, экспертом по вопросам энергетики. Друзья, у нас есть тема, о которой... Много говорят последние дни, это, наверное, самая актуальная тема, это Всемирный конгресс крымских татар. И буквально через несколько секунд мы вернемся к вам в студию, чтобы поговорить об этом. Громадская на русском в эфире. Я напоминаю, что сейчас и далее мы будем говорить о Всемирном конгрессе крымских татар, который состоялся несколько дней назад в Анкаре. Он проходил с 31 июля по 2 августа. Это было первое такого рода масштабное, наверное, международное событие в истории крымско-татарского народа. Это 430 делегатов из 12 стран, в том числе Украина, Россия, Турция, Румыния, США, Канада, Франция, Узбекистан и Польша были представлены на конгрессе. Из главных новостей был переизбран в очередной раз глава конгресса крымских татар, вновь стал Рифат Чубаров. И сейчас у нас есть небольшое видео, на котором мы можем посмотреть, как все это происходило. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, некоторые вещи, знаете, лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть. Это как раз-таки та самая история про Всемирный конгресс крымских татар, потому что картинка это все здорово. Но что происходило за кулисами? Вот он доводился общаться с участниками, и нередко они говорили, что их разочаровало то, что Конгресс напоминал больше декларативное такое мероприятие, где звучали в большей степени декларации о намерениях, нежели какая-то конкретика. Так ли это не так? Спорить нам есть с кем. У нас в студии делегат Всемирного конгресса крымских татар Рафан Кудусов и эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот если вам скажут, что Всемирный конгресс крымских татар – это просто декларативное такое мероприятие для того, чтобы создать медиаповод, что там не было конкретики. Вы согласитесь? Нет. Нет. Вот. Почему? Категорически нет. Но, во-первых, та представительная часть, которая собралась в этот раз, значительно отличалась от первого конгресса, который прошел несколько лет назад. И это уже подтверждение того, что международная общественность и сама Украина поменяла отношение к крымским татарам и Крыму в частности. То есть представительство в виде министра иностранных дел, приветственные речи Порошенко и Цунюка, конечно, для крымских татар – это такой серьезный посыл. На первом конгрессе этого не было. Первый конгресс прошел просто при, скажем так, при участии одного из депутатов Верховной Рады. Поэтому считать, что это декларативно, я бы не сказал. То есть это некий дипломатический жест? Это некий дипломатический жест. Значит, для татар он, конечно, пока значит то, что, возможно, будет дорожная карта, которую декларировали. Хотя мы, конечно, с легким недоверием к этому относятся, потому что деклараций много. Дорожная карта о создании национальной территориальной автономии. Я уточню, что речь именно об этом. Нет, речь не об этом, кстати, на самом деле. О чем речь? Ну, просто возвращаясь к вашему вопросу, декларативен ли? Нет, я тоже была участником этого конгресса. Нет, он не был декларативным. Но, скажем так, всегда ожидания людей, особенно, в общем-то, в этой ситуации, в которой сегодня пребывают крымские татары, они гораздо больше, чем вообще реальности может предложить, к большому сожалению. И поэтому тут, безусловно, какие-то ожидания и разочарования неизбежны. Относительно дорожной карты, само это словосочетание впервые прозвучало у Клинкина в его выступлении. Клинкин, я напомню, речь идет о министре иностранных дел Украины. И давайте, просто нас смотрят в том числе не в Украине. Поэтому я просто предлагаю договориться о терминах. О какой декларации идет речь? Дорожная карта по вопросам, связанным с возвращением Крыма. То есть, скажем так, это несколько иное, чем то, что вы упомянули, имеется в виду дорожная карта по изменению статуса в Татаре. Вот, давайте вот на этом остановимся. Да, и я думаю, что у нас еще будет отдельный вопрос по этому поводу. Меня вот интересует вот что. Традиционно, ну как-то сложилось мнение, что вот крымские татары, живущие в Турции, это такая достаточно пассивная часть народа. Вот по вашим впечатлениям, как все на самом деле, какие были настроения у представителей крымских татар Турции? Как реагировали, какие позиции, какие мысли были у делегаций? Ну, допустим, я знаю, что это достаточно большая румынская делегация. То есть, вот чем живут делегации крымских татар, живущие в других странах? Насколько им понятна ситуация? Что они могут на сегодняшний день предложить крымским татарам в Крыму? И вообще, вот по поводу чего шла дискуссия между делегациями? Турецкая диаспора крымских татар – это очень активная часть населения Турции, очень активная и очень активная часть нашего народа. Это очень легко, как говорится, проверяется тем, что количеством институций, общественных организаций, дернеков, то есть общественных структур, в которые включены, инкорпорированы крымские татары в Турции. Можно сказать, что это десятки общественных структур, которые, являясь частью Турции, влияют активно на политику Турции в том числе. И турецкому руководству нельзя это не учитывать. Поэтому то, что дернеки стоят на жестких позициях проукраинских, хотя это так звучит очень интересно, турецкие граждане стоят на проукраинских позициях, в отношении крымских татар, конечно, это большое для нас подспорье. Они очень активные, очень активные, и это показал Конгресс. То есть правильно ли я понимаю, что работа с крымско-атарскими диаспорами в Румынии, в Польше, в основном говоря, в странах Прибалские, в Турции, это в том числе инструмент оказания давления на политическое руководство тех стран, для того, чтобы лоббировать интересы, для того, чтобы крымско-атарская тема звучала из уст президентов Польши, из уст президентов, я не знаю, Литвы, Канады, Франции, Узбекистана и так далее. И Турция в том числе. И Турция в том числе, да. То есть это вот инструментальная такая история, да, для того, чтобы они были, ну, словно говоря, таким инструментом soft power, инструментом продвижения. Это агенты влияния наши, в хорошем смысле слова, наверное. Так нет, это классный агенты влияния. Нет, это даже чуть шире, мне кажется, да, то есть чем просто агенты влияния. Почему? Потому что вот посредством такого рода конгрессов, скажем, крымские татары, которые живут в разных странах мира, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, они вовлекаются, в общем-то, в этот процесс. Вот вы тут задали вопрос, ну, связанный, так или иначе, скажем, с турецкой диаспорой, крымско-татарской. Ну, на этом конгрессе не только от делегатов крымских татар, живущих в Турции, но в том числе и от различных официальных турецких лиц было, в общем-то, очень четко артикулировано. И на этом конгрессе это звучало особенно емко и особенно ярко. Это, скажем, непризнание аннексии Крыма, непризнание оккупации. В общем-то, очень откровенные оценки того, что произошло. И вот эта мягкая сила, с одной стороны, а с другой стороны, как бы вовлеченность представителей крымских татар из различных стран, она актуализирует тему Крыма, не только крымско-татарскую. По этому поводу, вот те заявления, которые прозвучали и от Эрдогана, да, и от ряда турецких дипломатов и политиков достаточно высокого ранга, о непризнании аннексии, это вообще такой вот поворотный момент в отношениях, скажем так, украино-турецких, российско-турецких. Потому что мы знаем, что, в общем-то, позиция Турции до этого момента, она была более мягкой, скажем так. Ну, скажем так, Турция всегда, скажем, осуждала оккупацию, аннексию. Но здесь отчасти это сильно можно считать поворотным моментом. Ну, по крайней мере, публично были провозглашены те тезисы, которые мы уже назвали, относительно оценок, ну, скажем, называния вещей своими именами по поводу оккупации аннексии. Ну, и мы видим, скажем, другие процессы, например, связанные с южным потоком, решением турецкого руководства относительно этого. То есть мы сегодня, скажем, сложно говорить про какое-то похолодание взаимоотношений Турции и России, но, тем не менее, какие-то симптомы, в общем-то, мягко говоря, сложности в этих отношениях, они присутствуют. Давайте я побуду небольшим скептиком, а то у нас очень благостная картинка получается. Допустим, Крымско-Катарская диаспора в Турции, Крымско-Катарская диаспора в Румынии, в США, в Канаде, Франции, в Узбекистане, в Польше, везде добиваются свое, и со стороны первых лиц всех упомянутых государств начинает звучать тема Крыма, положение с правами человека на полуострове, положение с правами крымско-катарского народа и так далее. Что от этого изменится? Вот Конгресс, он в Анкаре, вот конкретный Крым, он в Крыму, да? Вот крымские татары, они в Крыму. Да, и часть представителей международного права. И мы же понимаем, что Россия, по большому счету, год назад вышла за рамки всего международного права. Ей, по большому счету, все, что грозит за неисполнение решений ЕСПЧ, это выход, там, исключение из ПАСЭ. Это напоминает исключение Советского Союза из Лиги Наций в каком-нибудь, там, 1939 году. То есть, по большому счету, такая дипломатическая пощечина, а не реальная какая-то там оплеуха. То есть, что дальше? То есть, вот, как бы, программа максимум. Есть ли какой-то вот такой горизонт планирования? Ну, я думаю, что это не только крымские татары, скажем, такого рода горизонты планирования могут устанавливать. Вот это, этим должно заниматься, во-первых, государство, и не только украинское государство. Почему? Потому что вы сами сказали, что оккупация, аннексия Крыма, все вообще мыслимые и немыслимые нормы международного права попрала и создала, в общем-то, достаточно опасный прецедент, по которому теперь любая страна, в общем-то, может, когда ей это заблагорассудится, подобными методами вооруженными отжимать. Понятно. Ну, да. Это станет дороже, скажем, чем роль Крыма в удержании, там, внутриполитической ситуации, рейтингов Путина и так далее. Когда вот эти издержки, они даже превысят те, скажем, привилегии, которые, в общем-то, получило российское политическое руководство у себя на своем внутреннем политическом рынке, электоральном рынке, вот благодаря тому, что сделано. Ну, плюс еще хотел бы сказать о том, что вся эта ситуация, как бы, будет влиять на международные организации, да. Да, начиная так просто от FIFA, в которой пока еще Россия есть, и знаем, что будет чемпионат, наверное, вот, и другие общественные международные структуры, в которых Россия участвует, и, естественно, те страны, в которых диаспоры представлены, активно работают, я думаю, что обратят внимание и будут воздействовать на Россию различными методами. То есть сейчас вопрос только о санкциях экономических, да, там и так далее. Рафан, вот у меня как раз еще есть вопрос по поводу Крыма. Мы знаем, что многих делегатов просто не выпустили из Крыма для того, чтобы они участвовали в Конгрессе. И вот я все-таки повторю слова, которые сказал Павел о том, что Конгресс там, в общем, в Анкаре, а крымские татары в Крыму и достаточно, да, в таком изолированном положении. Как вообще будет складываться после, вот, Конгресса, да, вот, имплементация тех решений, которые были приняты, коммуникация с Крымом? Насколько я понимаю, что сегодня, ну, мы видим объективные сложности для этого. Чем Конгресс, условно говоря, и его инициатива, и каким образом, это, наверное, даже более важный вопрос, могут помочь крымским татарам здесь, сейчас, в Крыму? Понимаете, Крым, как бы Российская Федерация ни старалась, и невозможно оторвать полностью, да, заглушить полностью невозможно. Крымские татары, те, которые выехали, и диаспоры имеют связь. Есть пока еще интернет, слава богу. Есть другие возможности, пока люди ездят, пока люди общаются, это семьи, ну, там, семейные связи и другие связи, да, ситуацию мы контролируем, контролируем. И, ну, конечно, большая часть проблем со стороны, так сказать, северного соседа нам усложняет жизнь, но закрыть, перекрыть полностью в наше время уже невозможно. Уже не 44-й год, понимаете. Иными словами, какие-то рычаги, вот, ну, скажем так, да, и коммуникации, и инициатива остаются? Конечно, конечно. Слушайте, ну, вот еще одна тема, которая прозвучала на Всемирном Конгрессе, она касалась как раз-таки, впервые со стороны Украины была поднята тема, со стороны первых лиц государства, идея о создании национальной территориальной автономии, во всяком случае, министр иностранных дел Украины Павел Климкин зачитывал соответствующее там послание от Петра Порошенко, где он обещался разработать дорожную карту рассмотрения вопроса создания национально-территориальной автономии. Я сейчас не про частности, я сейчас про стратегию. Что такое национально-территориальная автономия? Потому что мы понимаем, что в разных регионах мира она может носить самый разный характер. На Аланских островах она одного типа, в Южном Тироле она другого. Вот существует ли представление как раз-таки о том, что такое национально-территориальная автономия в Крыму? Или представление о том, что если этого представления нет, то на его место придет, ну, скажем, даже российская пропаганда пугает. Есть исторический опыт, да, довоенный, скажем, то есть до депортации, довоенной, когда, в общем-то, существовала автономная республика Крым. А СССР, да? Да, составит Крымская СССР, где, в общем-то, ситуация была такая. Если мэр крымский татарин, то зам, значит, не татарин. И наоборот, были национальные школы, было двуязычие реальное, реальное двуязычие. При этом не ущемлялись ни чьи права, ни большинства, ни меньшинства. То есть, хотя мы и ругаем Советский Союз, но вот на период какой-то там 30-х, 40-х, начало 40-х до войны, то есть сохранялось такое равновесие. Вот как бы прообраз есть. Я не говорю, что это идеально, конечно, да, потому что в новых условиях, наверное, лучшей бы вариацией был опыт Северной Италии. Там, где ладины проживают, как бы для нас это очень показательный пример. Там, где немецкоговорящие фактически граждане Италии живут, продвигают свою культуру, пользуются определенной автономией. То есть, конечно, у нас есть примеры положительные и в Европе, и свои в том числе. Можно еще так уметь? Во-первых, это не впервые прозвучало. Почему? Потому что еще, я имею в виду национально-территориальная автономия крымских этаж. Почему? Потому что еще в период начала старта конституционной реформы президент неоднократно озвучивал идеи о том, что крымская автономия должна поменять, собственно, свой статус. Это звучало в разных вариациях, начиная от национально-культурной автономии, заканчивая национально-территориальной. Вот поэтому, в принципе, так или иначе, эта тема должна быть имплементирована каким-то образом в конституционную реформу. Я думаю, что сейчас необходимо не только говорить об этом, но и проводить соответствующую работу. То, чем будет эта автономия, скажем так, это действительно очень важный вопрос. Это, скажем так, и тут вспоминалась, скажем, ситуация, скорее даже в 20-х, чем в 30-е годы, потому что тогда была эта политика корренизации, значит, там это знамя, там революции куда-то там должно распространяться было дальше и так далее, и так далее. Это как бы хороший пример, но единственное, он сейчас уже, в общем-то, как такие исторические реминесценции интересен, но не совсем. Относительно того, чем будет эта автономия, в том-то и смысл, что необходимо говорить об этих вещах, да, то есть они должны быть более-менее открытыми, собственно говоря, да, то есть с различными вариантами, но при этом, как бы принципы создания крымской национально-территориальной автономии, как крымско-катарской национально-территориальной автономии, они должны исходить еще из того, что те или иные решения, которые принимаются относительно этого региона, должны, скажем, согласовываться с крымскими татарами. То есть это мнение должно быть, вопросы представительства, вопросы образования, культура, недра и так далее, они должны быть здесь согласованы. Но при этом, скажем, права всех иных этнических национальных групп, которые в Крыму проживают, это, кстати, было вот в этой формате, этой автономии, там, 21-го года и так далее, они, безусловно, учтены. Но про эти вещи в цивилизованном мире договариваются, их прописывают, их согласовывают, находят взаимные компромиссы. И это, в общем-то, это необходимо делать. Почему? Потому что мы увидим, скажем, какие-то вот горизонты планирования, скажем. Еще один нюанс я хотел бы уточнить, чтобы наши чиновники, включая высших лиц, понимали очень тонкий нюанс. Национально-территориальная автономия и не каким образом национально-культурная, понимаете? И вот здесь оговариваются даже министры иностранных дел, к сожалению, понимаете, президенты. А это очень существенный политический нюанс. Вы знаете, ну давайте, если подводить итоги, если резюмирую, то, по большому счету, главная идея Конгресса, на ваш взгляд, была реализована. Главная идея Конгресса состояла в том, чтобы заставить, ну не заставить, а предложить Крымск-катарским диаспорам, живущим не только в Турции, но и в Румынии, США, Канаде, Франции, Узбекистане и так далее, быть проводниками медийными темы Крыма, темы аннексии полуострова, темы положения с правом человека на территории полуострова в своих собственных странах, с тем, чтобы там первые лица этих самых стран, в том числе, выступали с подобными публичными заявлениями. И, как минимум, с точки зрения, там, в турецкой внутренней политике этого удалось добиться, потому что позиция официальной Анкары, в частности, президента Эрдугана, она была довольно-таки недвусмысленная о непризнании российского суверенитета над полуостровом. При этом всем одним из краеугольных моментов является попытка заглянуть на будущее и посмотреть, в каком формате могло бы состояться возвращение Крыма в состав Украины. И как раз таки муссировалась идея о национальной территориальной автономии, хотя лично я повторюсь, вот я глубоко убежден, что если вы не заполняете информационный вакуум, за вас его будут заполнять ваши оппоненты. И пока не будет, как минимум, развеяны ключевые мифы в отношении национальной территориальной автономии, она в том числе может выступать инструментом, таким вот уголом, страшилкой, которым будут пугать русскоязычных, украиноязычных, русских, украинских, крымчан, которые живут на полуострове и которые не понимают, о чем идет речь. Но, как минимум, в конце концов, во многом громадская на русском для этого и существует, для того, чтобы мы точки над ее расставляли. Сегодня нам это помогали делать делегации Мирного конгресса крымских татар Рафан Кудусов, а также эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко. Друзья, на секунду мы в очередной раз прерываемся для того, чтобы вернуться к очень забавному, интригующему сюжету. Можно ли засудить Россию? А пока вы трепещете, дайте нам буквально 2-3 секунды. Современный мир, он очень меняется. Раньше всматриваешься в новостную поездку, было ощущение, что мы живем в эпоху Санта-Барбары. Но это когда 200 серий не смотришь, потом с 201 начинаешь смотреть, понимаешь, что ничего не изменилось и все понятно. А сейчас такое ощущение, что мы живем в эпоху Игр Престолов. Один сезон не посмотрел и уже думаешь, а кто все эти люди. Так вот, на самом деле, вот это вот мышление кинематографическое, оно свойственно всем и каждому. И наши коллеги, журналисты Громадского, проверяли, смотрят ли киевляне российские сериалы. Поэтому давайте вот такой вокс попали прямо сейчас в продолжение эфира. Сериалы сегодня, которые вы видели? Я смотрю. Какие? Ой, сейчас называется... Я уже не помню. На этом канале. На Украине. А вы дивитесь сериалы, российские сериалы, дивитесь сейчас? Нет, кажется, уже негде с ним смотреть. Только по этому самому, по спутнику. По спутнику смотрим. Чи дивитесь вы российские сериалы? Нет, не дивлюсь, принципиально. Я не фанат вот этой всей, но принципиально не дивлюсь. Я не купую российские. Ни сникерсы, ни живачки. Ну, вот, своя тема. Ой, я очень люблю российские сериалы, но, к сожалению, их мало показывают. А вообще не посмотрите? Да. А что именно вы смотрите? Все. Ну, кстати, а какие есть украинские? Показали, ну, если честно, тогда по 1 плюс 1, как он назывался, вот, который снимали в Карпатах. У Стани Маскаль. У Стани Маскаль. Ну, дурняш дурней. Ну, что там смотреть? Ерунда какая-то. Заменитесь чем-нибудь, альтернативы никакой нет. Что смотреть? А российские я люблю, и актеров всех люблю. Ничего с этим поделать не могу. И вообще-то никакое не имеет отношения к политической ситуации в стране. Потому что кино – это одно, а политическая ситуация другая. И не нужно мешать одно с другим. Потом на воле пакеты проплачиваем, там, когда подписывали договор. Один, правильно? За какое-то определенное количество каналов и за качество. Все эти каналы поубирали. За что платим, непонятно. Альтернативы никакой нет. Я вообще телевизор не смотрю, если честно. Вне зависимости от того, что вы смотрите, все мы являемся свидетелями еще одного сериала, который начался полтора года назад. Скорее, драматично. Ну, он мелодраматичный, на самом деле. Но мне хочется, чтобы он был с хэппи-эндом. Хотя, на мой взгляд, каждый тут хэппи-энд будет понимать по-своему. Я говорю о судебном сериале, который стартовал в том числе не сразу, но после того, как Россия аннексировала Крым. Вот месяца полтора назад мы встретили новость о том, что Ащетбанк подает суд на Российскую Федерацию, иск пытаясь компенсировать утерянное в Крыму имущество. Там порядка суммы исковых претензий, где-то 700 миллионов долларов было. Потом стало известно, что Приватбанк последовал его примеру, тоже подает суд на Российскую Федерацию. Но есть еще очень много крупных бизнесов в Украине, которые успели утерять и потерять в Крыму имущество. Крымская история насчитывает полтора года. Что мы наблюдаем? Что это вообще за такие пробуксы? И можно ли засудить Россию? Как бы для кого-то это резонансно вопрос и противоречиво не звучал. Вот с этим всем будем разбираться с уполномоченным по делам Европейского суда по правам человека в Украине. Борисом Бабиным, здравствуйте. Доброго дня. В общем-то, первый наш вопрос, он как раз о том, почему так поздно вводим санкции. Ну, это не ко мне. Все-таки мы, наверное, обсуждаем Европейский суд. А санкции это вопросы МИДа. Хотя, если вы уже правильно сказали, Европейский суд начал заниматься этим конфликтом с момента возникновения. И Минус достаточно оперативно реагировал в этом отношении. И первое же, кстати, решение Европейского суда по статье 39 касательно неприменения сторонами оружия, в принципе, Украина исполнялась. Государством и грессором тоже исполнялась. Это факт. Скажите, вот Европейский суд по правам человека. Вот у нас, знаете, как математические задачки. Дано доказать. Вот дано. Аннексированный полуостров и Европейский суд по правам человека. Что можно сделать официальному Киеву и, в принципе, украинским гражданам при помощи такого инструмента, как ЕСПЧ? Достаточно много. Украинское государство, естественно, подает межгосударственное заявление. На данный момент есть одно межгосударственное большое, два по двум частным вопросам. Сейчас готовится второе большое межгосударственное заявление по тем событиям, которые произошли в 2015 году. Это достаточно весомые, обширные по объему документы, в котором содержится позиция Украины по нарушениям на оккупированных территориях как Крыма, так и Донецка. Мы не разделяем эти вопросы. Это единая агрессия, единый преступный умысел и единая ответственность. Писок нарушений достаточно подробен. Можно сказать, что это фактически все статьи, предусмотренные Конвенцией прав человека, которые защищают Европейский суд и протоколов к ней. Сами тексты наших заявлений – это конфиденциальная информация, согласно позиции суда. Мы не можем, скажем так, обнародовать это полностью. Однако, могу вас уверить, доказательная база там надлежащая. Наши правовые требования и по первому заявлению, и по готовящему второму достаточно обоснованными, я думаю, что суд займет достаточно четкую позицию. Но здесь следует понимать следующее. Это очень длительный процесс. Межгосударственные заявления такого большого масштаба – это даже не год и не два, это больше. Сколько это? 5-10 лет? Я не берусь оценивать, честно. Я не хочу влиять на суд, потому что наши оппоненты тоже нас смотрят. Мы слышали некую дату, что до 25 сентября, насколько я не ошибаюсь, Россия должна высказаться по первому заявлению. Они уже неоднократно откладывают свою первую позицию, свои первые комментарии. Естественно, это достаточно красноречиво свидетельствует о том, кто прав в этой ситуации, потому что если стороне есть что сказать, у России достаточно много юристов, только в Страсбурге делегация более 30 человек. Я думаю, что если бы они имели позитивные аргументы, мы бы их давно уже услышали. Ну хорошо. А допустим, что может… Давайте пофантазируем. Давайте я пофантазирую. Мне можно, я не государственничественную отличие от вас. ЕСПЧ выносит положительное решение в отношении принимать сторону Украины. Что тогда в рамках исковых претензий ЕСПЧ присуждает? ЕСПЧ может присудить в данной ситуации две вещи. Первое – восстановление нарушенных прав. Второе – компенсацию за эти нарушения. То есть тот ущерб и те утраченные выгоды, которые понесло государство Украина в результате агрессии. То есть там речь идет в том числе об имуществе, а государственном имуществе. Но не о стоимости этого имущества. Не о стоимости. Об ущербе, который мы нанесли. Это наше имущество, мы не продаем его агрессору, не отдаем в аренду. Но мы несем ущерб, мы несем убытки, мы несем утраченную выгоду, и мы хотели бы получить… Мы несем ущерб в том числе с каждым месяцем, годом. С каждым днем и с каждым месяцем. Эта сумма нарастает, естественно, безусловно. Она постоянно увеличивается. Зачем это нужно? Смотрите, рано или поздно Россия будет платить. Современный мир так устроен, что любой системный нарушитель международного права, начиная с древности и заканчивая господином Каддафи или Милошевичем, они платят за свои ошибки. Рано или поздно нужно будет платить. И вот здесь возникнет вопрос о сумме. И вот здесь, естественно, решение международных институций, которые на тот момент уже будут, будет достаточно весомым подспорьем, который обозначит, скажем, тот счет, который мировое сообщество предъявит государству-агрессору, либо правоприемникам государства-агрессора, потому что всякое может случиться в этой жизни. Борис, ну вот у меня даже... Страшная крабольная статья. Вещи, вы говорите. 282-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Вы слишком хорошо знаете Уголовный кодекс Российской Федерации для украинского ведущего. Все по следственным комитетам ходят. Отчего же? Я же не говорил о распаде России. Они, например, могут пытаться стать союзным государством и тем самым уйти от ответственности. Или еще что-нибудь придумать. Мы сделали вид, что мы ничего не поняли. Вы сделали вид, что вы именно что-нибудь намекали. Конечно. Хорошо. Я просто хотел спросить, почему ЕСПЧ? Дело в том, что ведь ЕСПЧ, насколько я понимаю, за невыполнение решений ЕСПЧ... Давайте пофантазируем, что при нашей с вами жизни положительное решение... Да, жизнь мы хотели бы увидеть что-то. Да, но выносят его. И Россия, например, официальная Москва отказывается его исполнять. Тогда получается, что самая тяжелая санкция за неисполнение решений ЕСПЧ – это исключение из Совета Европы. Ну, скажем так, Россия может выйти из Совета Европы, но это не снимет ее ответственность. Потому что ответственность уже есть. Она есть в момент нарушения. И тот механизм, по которому будет платить государство агрессор, может быть, он не предусмотрен, конвенция о правах человека. Извините, Нюрнбергский процесс тоже не был предусмотрен законодательством международным правом 1939 года, но он состоялся. И в данном случае вопросы установления независимым судом четких фактов нарушения прав человека на оккупированных территориях, вопросы ответственности должностных лиц и органов за эти нарушения, вопросы суммы ущерба, которые понесло государство, а также резиденты Украины – это, я думаю, достаточно важный вопрос, который государство должно поставить перед Европейским судом. Однако, есть еще вторая позиция – это позиция отдельных физических и юридических лиц, чьи интересы нарушены. Вот как раз у меня очень обывательский вопрос. Допустим, я крымчанка, мои права нарушены, как я могу воспользоваться? Очень просто. Вы можете обратиться с индивидуальным заявлением Европейского суд о правах человека, если достаточно просто. Во-первых, есть формуляры в свободном доступе, в том числе на сайте Минюста, есть горячие линии, есть бесплатные центры правовой помощи, где, в принципе, вам должны оказать эту услугу. Я бы еще по рекламе давал найти адвоката, который за определенный процент сделает ваше дело выигрышным, потому что здесь, к сожалению, имея более миллиона внутренне перемещенных лиц, государство сегодня пытается обеспечить надлежащий уровень. И очень многое делается для того, чтобы этот уровень обеспечить, но, естественно, частные адвокаты тоже работают. Конечно же. Уже есть какая-то статистика? По Крыму и Донбассу около 500. И здесь сразу можно сделать оговорку, что часть этих заявлений подана против друг государства, против Украины и России. Это, условно, рядом фактор. Во-первых, человек хочет получить свои деньги, от кого уж получит, скажем так. В том числе у нас еще есть ряд, скажем так, общественных структур, которые склоняют людей именно к такому варианту подачи заявлений. Я, честно говоря, вижу его неперспективным, потому что, ну, из процессуальных соображений, если вы хотите судиться с Украиной по этим вопросам, вам нужно пройти в общую внутреннюю процедуру. Если вы судитесь с государством-агрессором, очевидно, что таких процедур не существует, вы можете жаловаться на прессу. То есть, условно говоря, для того, чтобы украинец его подавал на Украину в ЕСПЧ, он должен пройти через всю судебную игру. Ну, вообще так принято, да. Получить, соответственно, отказы, а только потом подавать. Скажите, а есть ли какая-то официальная стратегия России по тем искам, которые направляются в отношении нарушенных прав в Крыму? То есть, есть ли у нее какая-то стратегия? Что она говорит? Ну, на данный момент она молчит. То есть, пока мы видим эту стратегию в рамках затягивания процесса, насколько мы это можем видеть из их позиций. Например, очень классический пример – дело Савченко. Дело Савченко – это индивидуальное заявление, поданное адвокатами Надежды. Нам суд предложил, как государству гражданства, вступить в это дело в качестве третьей стороны. И у нас есть четкая позиция. По всем делам, связанным с агрессией, государство Украина будет вступать в качестве третьей стороны. И мы будем участвовать в этих процессах. И вы будете всегда чувствовать наше плечо, если вы будете подаваться против государства-агрессора. Это я вам гарантирую. И в данном случае мы используем свое право, мы хотим вступить в процесс, информируем суд. Тут мы должны получить официальные позиции России и адвокатов Савченко, и тут Россия начинает это затягивать. Соответственно, в остальных процессах мы видим примерно ту же картину, но нельзя бесконечно затягивать неизбежное. И они это тоже прекрасно понимают. Хорошая фраза, кстати. Бесконечно затягивать неизбежное. Все должно быть в меру. Друзья, когда вы будете слышать о том, что Украина не предпринимает никаких шагов, не судясь с Российской Федерацией, знайте, что это не так. Во всяком случае, Морис Бабин, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека, в Украине рассказал нам, что иски поданы. Просто вопрос. Сложно говорить о каких-то конкретных сроках. Эти сроки могут быть сколь угодно длинными. Но так или иначе, вся собранная доказательная база никуда не денется. Она станет той основой, по которой в конечном счете рано или поздно будет принято решение. Вопрос мы просто не говорим, когда именно. В индивидуальных исках может быть быстрее. В индивидуальных исках может быть быстрее. Друзья, буквально через секунду в этой студии мы начнем говорить о том, есть ли у Украины шанс, как это я сегодня очень любят говорить, перейти из третьего мира в первый быстро. То есть мы будем говорить об украинской науке, о том, как украинская наука помогает развиваться украинскому государству. Будьте с нами. Принято считать, что наука, образование, она должна быть системными. То есть и ноу-хау, они обязательно должны создаваться в каких-то академических институтах. Не знаю, наши коллеги как раз-таки раскопали историю про человека, который сумел сделать ноу-хау буквально на коленке. Насколько оно работоспособным, насколько оно системное, в том числе будем говорить в этой студии сразу после того, как вы посмотрите этот сюжет. Считать, что вот этот пенополистирол, который стоит, он стоит примерно раз пять дешевле, чем стальной лист. Из 1200 кубов гада, что он произведет за год, 400 придет отопительный сезон. Дом большой, ему этого мало все-таки, но что-то греть будет. Если серьезный проект делать, то есть вот все-таки станцию ставить для отопления города, для этого все-таки я бы на месте принимающих решений подождал бы годик, когда пройдет годичное испытание. Потому что зимой будет не так-то просто. То есть там вот и есть какие-то проблемы, которые бы надо проверить. Зря вы меня показываете, потому что надо показывать Олю. Показывайте меня. Есть. Мы сейчас будем говорить об украинской науке, но для начала у меня почему-то все время вспоминается, как для человека не чуждого украинской науки, стих российского юмориста Игоря Артеньева, публициста, который говорил о том, что культура кажется в огне, наука там же, но по пояс. Никто не моется в стране, один лишь я зачем-то моюсь. И вот мы хотели бы сегодня поговорить, у нас в студии сегодня Максим Стрихазов, министра науки и образования Украины. Мы хотим сегодня... Здравствуйте, Максим. Добрый вечер. Мы сегодня хотим поговорить о том, в общем-то, как на сегодняшний день, потому что буквально недавно в интернете очень активно прозвучала статья российского ученого Якова Миркина, который говорил о том, что Россия сейчас, в общем, стоит на грани такого технологического коллапса, потому что научные школы распадаются, и, соответственно, нет своих собственных технологий, и Россия, в общем-то, большая сырьевая страна. И возникает вопрос о том, вот каково ныне состояние Украины, не являемся ли мы, не превращаемся ли мы в следствие войны, в следствие, возможно, каких-то экономических кризисов, в такую вот страну, которая утрачивает технологии. Поэтому первый вопрос к вам, Максим, ну вот, в общем-то, где мы находимся сегодня с наукой, и как нам сегодня быть, потому что долгое время было же представление о советском образовании как о лучшем, которое потом стало украинским образованием, как о одном из лучших в мире. Вот ваша точка зрения. В общем, сложный вопрос. Я не только чиновник, я все-таки действующий ученый и президент украинского физического общества, поэтому могу говорить как ученый. Мы пока еще сохранили хорошие научные школы. Пока еще мы можем производить результаты не нобелевские. Ну, увы, чудес не бывает. И при общем объеме финансирования науки, том, который у нас есть, вся наука в Украине стоит приблизительно, как один западный приличный университет, конечно, нобелевки у нас быть не может. Но пока еще мы уверенно держимся скорее не благодаря поддержке государства, скорее благодаря потенциалу сохраненному. Вот в круге около тех, кто может получать нобелевские. То есть это второй мир. Ну, это, пожалуй, первые с половиной. Потому что, вот я физик, я сказал, все нобелевские лауреаты физики последних лет вот имели в ближайшем круге украинских соавторов. Вот последняя нобелевская премия, вы, наверное, знаете, Накамура, светодиоды. Вот двое сотрудников моего института имели общие публикации с Накамура еще в 80-е, когда по Галиен только начинали работать. Тоже относится к предыдущим, перед предыдущим. То есть мы держимся на приличном уровне. Мы можем производить хорошие фундаментальные результаты. Иногда мы предлагаем блестящие технологии. Например, можно вот, ну, как-то вот проиллюстрировать? Да, что угодно. Вот сейчас жизнь, увы, прикрутила война все-таки, когда о науке немножко вспомнило и государство. Поскольку нужно... Кстати, есть ли запрос от ВПК вот к сегодняшней науке? Сейчас есть, и мы практически вот в условиях, ну, реального эмбарго на поставки оружия Украине, мы можем очень многое делать сами пока. А в чем заинтересованы? Возможно, есть какие-то уже ноу-хау, которые, в общем-то, мы можем могли бы гордиться, хоть это печальный повод. Ну, вы знаете, да, делаем все от беспилотника. Вот Израиль отказался поставлять. Оказалось, и к счастью, потому что делаем неплохо свои вещи. Системы защиты брони, системы связи. Ну, в общем-то, все, что надо, все и все, и все и делаем. Ну, не все сразу, поскольку, естественно, это вещи очень сложные. Но ясно, что все это требует денег. К сожалению, денег мало. К сожалению, действительно, ученые, которые работают здесь, это, ну, по большей части подвижники, поскольку, ну, продаться они могли на более выгодных условиях куда угодно. Кстати, в ту же Россию тоже. Ну, вот, к счастью, еще они есть. Проблема, действительно, с технологиями. Проблема в том, что мы имели чертовски плохую промышленность, где были правила такие, что прибыль люди получали не от новых технологий, а от совершенно другим механизмам. И поэтому, увы, наука это могла предложить. Экономика не хотела брать. А скажите, а вот было такое распространено мнение о том, что вот наше конкурентное преимущество в Украине, там, раз, два, три, четыре, пять, даже не смысла перечислять. А в каких, вот, на самом деле, отраслях мы уже страна третьего мира, а в каких у нас отраслях как раз-таки вот конкурентные? То есть, я не знаю, там, не знаю, там, оптика, там, космические технологии и так далее. Вам лучше, наверное. Ну, вот, материаловедение. Ну, ЦЕРН, слово ЦЕРН, вы, очевидно, знаете. Да, конечно, знаем, что там работают и Зиновьевы много наших ученых. Но вы, наверное, знаете, что вот не только у там, предыдущих, перед предыдущих Нобелевских лауреатов, вот когда Бозония и Хиггса шло, были украинские соавторы, которые, собственно, работали над... Да, Харьковские, по-моему, физики. Там, Краскиевские теоретики, ну, и Харьковские тоже, но и кристаллы в Харькове, собственно, выращивали детекторы. То есть, это пример наших высоких технологий, которые работали действительно в материаловедении. Мы можем очень-очень многое. Айти, ну, здесь проще. Здесь, ну, особых денег не надо. Можно работать на аутсорсинге и все хорошо. Оказалось, ну, вот в биотехнологиях можем достаточно много. А что, например, ну, если, ну, как бы, это возможно привести пример? Да, что угодно. Ну, хрестоматийный пример все-таки. Вы помните, 20 лет тому назад наш рынок был наводнен польскими не очень качественными вещами. Сейчас, ну, зайдите в любой наш супермаркет. Ну, вполне приличные наши продукты. Действительно, у нас пищевая, вот это вот, то, что обслуживает пищевую промышленность, работает достаточно хорошо и с выдумкой. Хорошие вещи на мировом уровне. Ну, есть, конечно, у нас вещи. Вот я не знаю, когда-нибудь вот электронику мы на уровне сборки, наверное, возродим. На уровне элементной базы, вот, я не уверен, хотя потенциально можем, хотя это у нас начиналось, но вот сможем ли делать реально чипы, здесь я оптимистических прогнозов вам не дам. Вот электроника у нас, по сути, потеряна. А какие еще вот сферы, утраченные за годы бездействия? Ну, вот электроника, это, пожалуй, микроэлектроника, это, пожалуй, самая болезненная и, возможно, в каких-то сегментах невосполнимая утрата, хотя не все потеряно. Вот в Киеве до сих пор, ну, по СВЧ-технике можем делать хорошие вещи, ну, непрорывные на американском уровне, но достаточные для Китая и для Индии. То есть, мы очень многое еще можем. Мы можем еще держаться на передовой линии. И вот во времена советские мы действительно пытались держаться по всей линии фронта. Сейчас не выходит, потому что, ну, в те же времена Польша, в частности, этого не пыталась сделать, а имела там пять приоритетных сегментов. Максим, вот как раз у меня есть вопрос. Ну, вот мы буквально посмотрели сейчас видеоролик, наверное, вы тоже его видели, да? То есть, вот такое чувство, что очень много у нас кулибинок, очень много вот левшей, вот таких вот людей, которые сегодня пытаются создавать какие-то инновации. Понятно, что мы можем некоторое время инерционно продерживаться в том числе. А есть ли у нас вот сейчас, да, в государстве, может быть, в Министерстве образования инициативы, как находить вот этих талантливых людей? Как их искать? Как их находить раньше, чем их найдут, условно говоря, где-нибудь за рубежом? Есть ли какие-то инициативы, которые сегодня помогают? Инициатив-то много. К сожалению, каждая из них не является панацеей. Есть куча конкурсов, достаточно вот до назначения на должность. Мне было очень приятно возглавлять два года жюри такого конкурса Сикорский челлендж в КПИ. И действительно, ну, от серьезных ученых до юных изобретателей, по-моему, один был десятилетний, но с очень толковой... Эти люди не пропадают потом? По-разному. Увы, к сожалению, все выходит по-разному. Некоторые пробиваются, и причем в том же КПИ, вот, в научном парке, сейчас есть реальные продажи вот на стартапах, которые уже исчисляются миллионами, то есть это покупают. Увы, некоторые, к сожалению, пропадают. По поводу стартапов. А что будет с патентной системой? Насколько я знаю, что украинская патентная система сегодня выглядит таким образом, что если человек что-то патентует в Украине, в том числе, работая со стартапами, в общем-то, он не защищен в мировом пространстве. Так везде. Вы должны приобретать те патенты, где... Будет реализовываться продукция вашего стартапа, Украина. ...хотите защитить свои права. Ну, каких-то юридических препятствий нет для этого. Увы, к сожалению, есть вопрос денег. И это, конечно, очень большая проблема для большинства наших, не только ученых, но и фирм. Это действительно непреодолимая часть переговора. Мы говорили чуть раньше о том, что нередко война стимулирует науку, и вы говорили о том, что действительно интерес к украинским ученым, которые занимаются в оборонке в смежных сферах, высок. Но вот мы слышали об увеличении военных бюджетов, о том, что увеличивается ассигнование на армию, ассигнование на ту науку, которая способна, в том числе, работа в сфере оборонки. Вы ощущаете увеличение инвестирования со стороны государства или нет? Пока нет, но надеемся. Хорошо. А еще такой вопрос. Раз уж мы зашли в категорию лаконичных вопросов и лаконичных ответов, то если завтра распустить Украинскую академию наук, мы это вообще заметим? Ну, я не знаю, как вы, но, наверное, наука мировая заметит очень серьезно. Давайте только договоримся о терминах. Вот если распустить учреждение, которое называется президиумом, которое возглавляет очень заслуженный человек 96 лет Борис Евгеньевич Патон, вот боюсь, что мировая наука этого не заметит. Но если распустить институты, академии, где действительно люди работают, вот те, которые работают с Нобелевскими лауреатами, это была бы трагедия и для национальной, и для мировой науки. Поэтому я бы различал эти понятия. Я, увы, не хочу защищать вот эту академическую верхушку. К сожалению, она, ну, давно показала, что она не способна. Ну, есть даже такой, по-моему, закон Мерфи, да, если ты работаешь с определенной. Ну, у меня каждая система, которая вот не изменяется 53 года. Вот в свое время в академию пришел очень молодой президент, 42-летний, который сразу там изгнал несколько старых директоров, которым было тогда за 65. Вот сейчас этому человеку 96. Мы сейчас, да, так ироничного. И это действительно печально, потому что академия устроена, она самостоятельная. Вот я, как заставительный министр, не могу там ничего приказать, и власть не может приказать. Но это вообще, по-моему, общественная организация, если я знаю ее статус правильно. Но это общественная организация получает бюджетное финансирование, распоряжается этим финансированием, но не те, кто там работает, не 40 тысяч людей, которые там работают, и не 20 тысяч научных сотрудников, а доюры 600 академиков и членов корреспондентов, которые избирают сами себя, вот такой вот клан. А реально, ну, значительно меньшее число людей, это, ну, президиум и аппарат, президиум, и поэтому вопрос не разгонять академию, упаси господи, это была бы страшная ошибка, вопрос сохранить ее, но привнести, ну, новые правила, которые действительно дали бы право ученым принимать участие в принятии решений, которые бы сделали ее более динамичной. Это и пытается сделать министерство. Естественно, это сделать очень трудно, поскольку, ну, структура, которая существует неизменно, 53 года, она бросла всякими связями, и есть люди, которым очень удобно жить так, как живется. Спасибо. Максим Стрихов, замминистра науки, образования Украины. Если финалить и подводить итоги того, что было сказано в этой студии, то, друзья, так или иначе, говорить о том, что все пропало и никаких шансов украинской науки нет, вы знаете, это такая же ложь, как и ложь о том, что в нашей науке все замечательно. У нас сохраняется конкурентоспособное преимущество по целому ряду секторов, как, например, материаловедение. У нас, к сожалению, утрачены конкурентные преимущества по ряду секторов, такие, как украинская микроэлектроника. Но во многом вот инерционное движение, оно сохраняется. И вопрос просто в том, чтобы задать этому самому движению новые импульсы. И поэтому не верьте тем, кто призывает рубить с плеча, равно как не верьте тем, кто призывает ничего не делать. Это программа громадская на русском. Ольга Духнич. И Павел Казарин. Мы прощаемся с вами и передаем слово нашим коллегам во Львове. Сейчас будет интервью с нештатным советником главы Львова Яника и Мерила. И мы думаем, что это будет тоже очень интересный материал. Будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok